И в данный момент прикованы к постели, это парализованные с рассеянным склерозом, это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее. Вот то, что я сказал, я сказал для вас. Именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний. Я говорю это серьезно. Вот таким образом молитесь, когда ничего не помогает. Но не молитесь к Богу, обращайтесь к своей душе. Говорите, я буду добрее. Сначала хвалите душу, говорите, ты моя прекрасная, ты моя тонкая, ты моя теплая, ты объединенная с Богом, ты купаешься в вечном блаженстве. Я прошу тебя, помоги моему телу избавиться от заболеваний. Пусть мои ножки начнут ходить, пусть ручки начнут подниматься. А я в свою очередь своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни, максимально не злить людей, которые рядом, максимально создавать состояние радости, создавать состояние внутреннего наслаждения. Даже если мне плохо, да, это путь восхождения, когда из пепла возрождается новая птица. И эта новая птица, это новое духовное сознание, это новое духовное понимание вещей, это новая внутренняя духовность. К ней нужно стремиться. Если вы болеете, только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями. Иначе мы становимся как безумные вредные хомячки, которые злятся на весь мир, которые не хотят есть, которые ударяются лбом об банку, которые там орут, откусывают себе ноги, там рвут на себе шерсть и не могут никак понять, почему Бог их не слышит. Потому что они злые, понимаете. А если бы они были добрые, игрались бы с листочками, то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться, бегая по руке и так далее. И это наблюдательное существо давало бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее. Мы приблизительно в таком же мире живем. Мы хомяки, находящиеся в банке, на которые смотрит бесконечная благость в виде бесконечной божественной энергии.